Америка, Россия. В Америке до 50% людей инвестируют в акции, в России 3%. Купил билет за 6 тысяч евро. Представляете, знаете, что мне тогда писали люди? Ты идиот, ты лох. I am a liar! Ну и кто тут лох? Всем привет, друзья. Добро пожаловать в рубрику Советы миллионера. И сегодня мы поговорим о том, у каких людей есть деньги. У каких людей есть деньги, а у каких людей нет денег. Вчера мне просто вот пришла одна мысль, и я хочу этой мыслью с вами поделиться. Вы знаете, что я вот запустил курс, и вчера я общался со всеми ребятами, которые приобрели курс, отвечал на их вопросы. И я вот в который раз убеждаюсь, вот почему у этих людей есть деньги. Насколько эти люди образованные, адекватные, воспитанные. Я вот вчера пообщался, до трех часов ночи сидел, отвечал на все вопросы, всем ответил. Я получил массу удовольствия от общения с людьми, насколько грамотные вопросы. И вот я понимаю, почему у этих людей есть деньги. Если у вас есть осознанность, адекватность, если вы работаете над собой, у вас всегда будут деньги. Если бы я поставил этот курс по 20 долларов, я бы не получил такого качественного общения. Вот эти люди совершенно на другом уровне, понимаете? Если вы будете расти, если вы будете развиваться, если вы будете прокачивать себя, ваше финансовое состояние тоже будет расти. Ну невозможно, да, работать над собой, и чтобы ваше финансовое состояние не росло. Это невозможно. Когда я общался с ребятами, многие мне сказали, что 200 долларов за курс это дешево. Представляете? Они мне сказали, Тарас, настолько крутая и качественная инфа, что это дешево. Какой, блин, у людей уровень? И вот почему у этих людей есть деньги. Вот почему у этих людей есть деньги на курс. Понимаете? Как они мыслят? Какого они уровня? Вот почему у них есть деньги. У них есть стремление. У них есть адекватность. Настолько грамотные люди, ну адекватно, толково все, качественные вопросы. Не было каких-то там, блин, непонятных, неадекватных вопросов. Я получил, блин, массу удовольствия. Вот какой уровень людей. Понимаете? И у этих людей всегда будут деньги. Всегда. Многие, конечно же, мне писали, что не могут позволить курс. Ну, например, ребята еще в школе учатся. Ну, блин, я в школе ни о каких курсах не думал. Это нормально. Пока, пока рано, ребята. Пока вы должны искать бесплатные продукты. Как было у меня, когда у меня не было денег. Я помню, я хотел приобрести курс Роберта Киасаки. Он стоил 400 баксов. 400 баксов еще в лифте висело это объявление. Я так хотел на него попасть, но у меня не было денег. Когда я уже насобирал 400 баксов, Киасаки уехал. Я тогда ходил на бесплатные курсы. Бесплатные курсы, бесплатные онлайн-вебинары, онлайн-семинары. Почему они бесплатные? Потому что сначала они тебе дают пользу, а потом в конце предлагают записаться в какую-то группу. Вход 100 долларов. Но вы можете послушать и уйти. Таких бесплатных семинаров много. Бесплатных онлайн-семинаров тоже много. Очень многие сейчас проводят бесплатные семинары, мастер-классы. А потом в конце вам продают продукт, но вам не обязательно его покупать. Прошли семинар, получили пользу. Но вы ищите семинар. Ребята, пока так. Ну, пока нет денег. Если вы настолько себя прокачаете, у вас появятся деньги. И вот когда у меня уже начали появляться деньги, да, я начал повышать качество семинаров. Да, я уже поехал на семинар к Тони Роббинсу. Купил билет за 6 тысяч евро. Представляете? Знаете, что мне тогда писали люди? Ты идиот. Ты лох. Потратить 6 тысяч евро на семинар. Меня тогда вообще бомбило, потому что мне много людей писало, что я лох. Я вот даже записал ответку в инстаграме им. Вот эта ответка. Смотрите. В этом видео я хотел бы задать вопрос идиотам, которые говорят, ну ты, мой лох, заплатил 12 тысяч евро за конференцию. Я никогда столько бы не заплатил. Понятное дело, что ты никогда столько бы не заплатил. Тони Роббинс тебя разводит. Тони на тебе зарабатывает деньги. Да, зарабатывает. А что в этом плохого? Знаете, сколько Тони заработал на этой конференции? Где-то 15 миллионов евро. А теперь смотрите. На конференции 2 тысячи человек. Каждый из них зарабатывает больше 100 тысяч долларов в год. Половина из этих людей, то есть тысячи человек, они долларовые миллионеры. Половина из этой половины, то есть 500 человек. Люди, которые зарабатывают больше 5 миллионов долларов в год. Половина из этой половины, то есть 250 человек. Люди, которые зарабатывают больше 10 миллионов долларов в год. Я зарабатываю где-то 300 тысяч долларов в год. Человек, который несет такую чушь, зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. И теперь вопрос, ну кто тут лох? И вот если подумать логически, ребята, ну что, я не прав, кто тогда получается лох, понимаете? Люди привыкли называть лохами тех, кто покупает курсы, а тех, кто продает, называть инфо-цыганами. Все, вы мудаки, вы инфо-цыганы, а вы лохи, ведитесь, вас разводят. Вот, если человек продает, я уже говорил, пиво, чипсы, продает, делает большие продажи, он красавчик, он бизнесмен. А вот если человек продает полезный продукт, информационный продукт, полезный, он инфо-цыган. Понимаете, вы выпили пиво, получили, да, какое-то там удовольствие, все, денег нет. Денег нет. А если вы потратили деньги на себя, если вы потратили деньги на образование, эти знания у вас вот здесь останутся на всю жизнь. Как в одном высказывании, если у одного человека есть яблоко, и еще у одного есть яблоко, если они обменяются яблоками, у них все равно будет по одному яблоку. А вот если у одного человека есть идея, и еще у одного есть идея, и они обменяются идеями, у них будет по две идеи. Если люди покупают билеты в кино, на футбол, на концерт, это нормально. Это нормально. А вот если ты купил билет на семинар, значит ты лох. Ты идиот, тебя, блин, развели. Ты покупаешь билет в новую жизнь, ты меняешь свою жизнь, когда там покупаешь билет на семинар, когда покупаешь курс. А вот когда ты идешь на футбол, да, ты получил удовольствие, посидел там 2 часа, все, денег нет, деньги просрал. Заработал, просрал, заработал, просрал. Ты сюда ни хрена не вкладываешь, ты деградируешь. Я ни в коем случае не призываю, что не нужно ходить в кино или на футбол, что это трата денег. Нет, это нормально. Но не нужно говорить, что ты лох, если ты покупаешь билет на семинар или покупаешь курс. Вот так вот устроены у нас люди. Это большая проблема наших стран. Потому что в западных странах ходить на семинары, развиваться, это нормально. В западных странах, вот статистика за 2016 год, Америка, Россия. В Америке до 50% людей инвестируют в акции, в России 3%. 3%. И вот почему мы так плохо живем, понимаете? Почему Америка одна из богатейших стран мира? Почему там другой уровень жизни? Почему? Может потому что там ходить на семинары и развиваться, это в порядке вещей, да? Там даже, блин, бабушки покупают акции. Даже дети этим интересуются. Вот почему там другой уровень жизни. И вот цель моего проекта сделать так же в наших странах. Потому что инстардинг это образовательный проект. Потому что цель проекта, чтобы люди повышали, я не знаю, свою осознанность. Чтобы люди развивали критическое мышление. Чтобы люди вкладывали в себя. Вот такая цель. Вот почему много мотивационных продуктов вот у меня. Вот почему много пользы. У меня 99% на канале пользы. Только так можно что-то изменить. Только через пользу. Выпускать полезные продукты. Полезные образовательные видео. Полезные образовательные курсы. Те материалы, которые будут заставлять людей задуматься. Те материалы, которые будут менять мышление. Понимаете? То есть, вот эти все мои видео, это по сути тот же образовательный продукт. Люди смотрят, делают выводы. Кто-то берет для себя пользу и применяет это все вот в своей жизни. И поэтому качество растет. Чем больше людей будет таким интересоваться. Чем больше людей будут работать над собой, развиваться. Тем быстрее будет расти уровень жизни в наших странах. Тем быстрее будет расти финансовое состояние нашего населения. Вот моя, блин, глобальная миссия. Так что какой мой посыл? Что я хочу донести? Какой совет миллионера? Только через самообразование. Только через постоянное развитие. Только через работу над собой. Можно прийти к большим деньгам. Если растет ваш уровень осознанности. Если растет ваша адекватность. Это в плане развития. Понимаете? Это не в плане знаний. Например, учитель может быть неадекватным. Или учитель может быть бедным. Понимаете? Если вот растет осознанность. Так же растет ваше финансовое состояние. Ну, без этого никак. И парадокс вот бедных людей заключается в том, да. Что они думают, что они умные. А на самом деле это не так. Они думают, что вот я красавчик. Вы меня не разводите. Лохи покупают курсы. А я молодец. Но зачастую эти люди бедные. У этих людей нет денег. Вот такой вот парадокс. Они говорят, ты лох, тебя разводят, потратил деньги на курс. А я красавчик, но я бедный. Ну, вот как-то так. Зачастую кто такое пишет, у того никогда нет денег. И не будет денег. Ну, вот такая вот ситуация. Потому что такие люди полностью игнорируют самообразование. Полностью игнорируют саморазвитие. Полностью. Они считают, что это полная херня. Они лучше будут тратить деньги на развлечения. Вот это правильно. Я лучше пойду погуляю. Пойду схожу на концерт. Понимаете? И вот такие люди будут всегда жить вот в замкнутом таком круге. Зарабатывают, развлекаются. Зарабатывают, развлекаются. А денег-то нет. Друзья, я сам через это прошел. Я начал много зарабатывать, потому что я много сюда вложил. Я очень много вложил. Вот в эту голову курсов, семинаров. Когда не было денег, вот у меня был выбор. Купить книгу за 130 гривен. Самый богатый человек в Вавилоне. Книга стоила 130 гривен. У меня был выбор, пойти купить еду на эти деньги или пойти купить книгу. У меня был выбор. И я купил книгу. Я знал, что вот еда на 130 гривен большой погоды не сыграет. А вот книга сыграет. Я долго сомневался перед тем, как купить билет к Тони Робинсу за 6 косарей. Вы представляете? 6 косарей евро. Я долго сомневался. Мы купили 2 билета. Это жесть была, как я сомневался. Но я их купил. И увеличил свою прибыль в 2 раза. В 2 раза. То есть я давно-давно окупил вот те деньги. Я просто понимал, блин, если я плачу такие бабки, я буду настолько внимательно все слушать. Я буду записывать каждое твое слово, буду ловить. Там люди выходили за кофе, когда шел семинар. Я говорю, не, чуваки, идите-ка вы нахер, я 6 косарей отдал за билет. Вы что? Я буду сидеть, слушать все, ничего не пропущу. Я сидел вот с утра до вечера, там у Тони Робинса жестко, там нету никаких перерывов, там люди едят все вот на ходу. Там вот мы начинаем, во сколько, не помню, ну с утра в 8-9 и до 22, до 10 вечера, без перерывов. Вот такой вот интенсив. И мы там прыгаем, заряжаемся, да, потому что сидеть с 8 до 10 вечера, это бред, поэтому нужна вот эта вот разрядка, нужно зарядиться, нужно там пообщаться с ребятами и опять в работу, и опять новый спикер, и опять работаешь. И вот почему я стараюсь покупать дорогие билеты, чтобы быть в первых рядах, чтобы можно было пообщаться, да, с миллионером, с миллиардером. Вот почему я покупаю завтраки за несколько тысяч долларов с Чичваркиным, с Оскаром Хартманом, потому что я знаю, что если я пообщаюсь с этими ребятами, я заработаю намного больше. Вот это вот тысяча долларов, это копейки, копейки по сравнению с тем, да, какую ценность я могу извлечь от общения с этим человеком. Вот что важно, я это понял. Начал я с книги, да, за 130 гривен. И вот какого уровня достиг, да, я вкладываю в самообразование все больше и больше, потому что сейчас в наше время информации уже валом, и нужно платить за качественную, отфильтрованную информацию, платить за опыт, за опыт этих людей, понимаете? И это стоит их денег. Короче, ребята, на этом я буду прощаться. Хейтеры, пожалуйста, не называйте людей лохами, у этих людей есть деньги. Задумайтесь над этим, измените свое мышление. Ребята, я думаю, посыл вы поняли. Ключ к успеху только в самообразовании. Я сам через это проходил. Если понравилось видео, поставьте обязательно ему лайк, подписывайтесь на мой канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на остальные мои полезные каналы, у меня только полезные каналы, ссылочки в описании. И я хочу вас всех поблагодарить. Огромное вам спасибо за такое вот окружение. Мне безумно приятно общаться с такими людьми. Меня это безумно заряжает, мотивирует. Ребята, огромное-огромное вам спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!